Июнь 2017 Команда Porsche в 19-й раз в истории побеждает в старейшей автомобильной гонке на выносливость 24 часа Лимана На самом деле имя Porsche для многих ассоциируется с автогонками И в этом нет ничего удивительного Заводская команда штутгарской компании добилась успеха во многих дисциплинах Кроме Лимана были победы на этапах классического ралли, Формулы-1 и даже ралли-рейда В 1984 году Рене Мэтч на полноприводном Porsche 911 одержал победу в марафоне Париж-Дакар А через два года он даже умудрился повторить свой успех Правда после этого Porsche пропала из ралли-рейдов на долгих 30 лет И лишь в 2016 венгерская команда LP Racing Team построила прототип Macan V8 А в 2017 эстафету у венгров приняла белгородская команда Virage Ну а сейчас мы вам покажем то, ради чего мы здесь сегодня собрались Здесь строится абсолютно новый в классе Т2 автомобиль Какой? Сейчас увидите Итак, вот он, Porsche Cayenne Самый первый вопрос, который рождается глядя на эту машину Почему Cayenne? Cayenne, как бы, это машина люксовая, премиальная Она создана для того, чтобы, там, форсить по городу, там, ряпнуть пару раз Вот этой замечательной настроенной выхлопной системой Там, девчонок повозить по клубам Но где Cayenne и где ралли-рейды, это, вот, как бы, вещи несовместимые Почему именно Cayenne и именно ралли-рейды? Ну, машина сама по себе выдающаяся Я сам эксплуатировал много какой-то техники То есть было из последнего, наверное, Range Rover у меня был Вот несколько лет и Toyota все были И сотый, и сотый, и сотый, и двухсотый Land Cruiser был, и Range Rover последние годы был И вот тоже сейчас я эксплуатирую Cayenne У меня в семье два Cayenne Они хоть и старенькие, но мне эта машина очень нравится Я, наверное, сегодня из кроссоверов, из больших, из мощных машин Я лучшего ничего для себя не вижу Ну, наверное, я тут выражу не только свое мнение Ну, и мнение многих Мы эти машины очень любим Именно этот кроссовер Большой, шикарный, мощный И почему бы не попробовать? Больших переделок мы не делаем глобальных Будет стоять амортизатор спортивный на этой машине Из основных Ну, и, конечно, каркас безопасности Ну, и плюс те места, которые необходимо усилить Мы их усилим Вот, наверное, это все То есть он будет выглядеть снаружи Как обычный серийный автомобиль Который сошел с конвейера Мощная тормозная система завода Прекраснейшие тормоза Динамика у двигателя прекрасная И машина очень управляется, рулится Совершенно по-другому Это Porsche Все-таки, как бы мы его не старались испортить Я думаю, что это все равно останется Porsche И все те преимущества, которые у этой машины есть Изначально с завода заложены Мы постараемся сохранить Итак, так как это класс Т2 То он максимально приближен к стандартному автомобилю Естественно, он будет облегчен Точнее, уже облегчается Вот, например, здесь мы видим Плекс Оргстекло Обычно, соответственно, двери уже сняты Обшивки полностью По максимуму облегчено Вот И с крышки С крышки удалили дворники Удалили все эти тут все Какие механизмы сервоприводы были Стекло достаточно тяжелое было И вместо уже электрических этих сервоприводов Которые крышку держали Уже стоят вот обычные Обычные газовые там От девяточки легенькие То есть крышка практически уже ничего не висит Парни на тазах, гордитесь На Каен поставили Газовые упоры от девятки Здесь это все будет зашито алюминием Трехмиллиметровым Здесь будут установлены кронштейны Да, здесь будут кронштейны Установлены под запасные колеса Вот в этой нише мы сделаем Здесь будет ящик для инструментов Для гайковерта Ну, а салон разобран Во-первых, устанавливаются каркасы под сиденья И будет установлен каркас безопасности Под требования РАФа Сейчас мы уже поставили сиденье И уже теперь от сиденья понятно Где пойдет главная дуга На каком уровне теперь нам делать Трубу, за которой будут цепляться Плечевые лямки Лямки рельной безопасности Чтобы правильный угол сохранить И видно, что руль останется у нас стандартной В таком виде Потому что здесь очень удобные переключения На коробку На коробку Прежде всего, да, передача в ручном режиме Не убирая руки Поэтому руль он достаточно И красивый, и функциональный Здесь ничего менять не будет Приборы останутся стандартные Барчик вот этот останется стандартный Очень удобно положить на него руку Рычаг переключения Это все будет стандартное Как на заводском автомобиле Здесь под полом находится штатный бак Но он достаточно вместительный 100 литров в баке И я думаю, что дополнительного бака Если на длинные какие-то там спецучастки Здесь 100 литрового бака Вполне будет достаточно По двигателю сразу Это у нас атмосферная восьмерка Да, да, совершенно верно Мощность будет увеличиваться Или в стоке, в стандарте? Ну, как в стандарте Будет установлен рестритор Он обязан потребовать Ну, а потом уже корректировки Прибавить, прибавить топливо Ну, короче, на стенд повезет Сколько лошадиных сил будет У этого движка? Ну, приблизительно Ну, я еще не знаю Но нам сказали настройщики Порядка 350 Можно будет с него снять 350 Ну, это, в принципе, серьезная такая Энерговооруженность Так, ну, а катализаторы, естественно Будут вырезаться, да? Вырезаться, ну, как обычно Обычная настройка Там вкручивается лямбдозон Свой там И по нему все выставляется Так, по коробке Коробка здесь остается стандартная, правильно? Конечно Моя автомат с электронным переключением Передачи Коробка Ну, очень похоже, что цепная Да, слишком узкое место Сказал, что там цепь Сняли заводские пневмостойки Ну, и отправили их на фирму Риггер Сейчас ведутся переговоры Они нам сегодня уже отправляли первые эскизы Ну, и вариант нам не подошел Мы сегодня свои замеры все произвели Ну, не подошло Позвонили Сказали, ну, там, свое решение Ну, и сейчас дальше будем ждать ответа А рычаги здесь же все алюминиевые Да, пока что Так же останется все алюминиевые Все остается как есть, да Проедет Сколько Ну, сколько проедет Потом уже будем смотреть Какие элементы Подвержены сильным износам повреждений Ну, надеюсь, не на пневможан будет? Ну, нет, конечно Вызывает некоторые опасения Вот эта алюминиевая подвеска Вот, то есть Можно посмотреть, да Ну, с виду все как-то жиденько Так вот выглядит Но Тем интереснее будет Тем интереснее будет наблюдать Смотреть, как эта машина поедет Ну, что, это будет тест Честный И будем об этом рассказывать Так, как оно есть Будет залит этот состав Мой автомобиль Который называется Porsche Turbo S 521 лошадиная сила В этом автомобиле Пробег больше 50 тысяч И объем масляной системы Превышает 5 литров Ну, пойдемте Посмотрим данные компьютера Сразу, чтобы это записать Чтобы это было объективно То, что показывает Показывает электроника Смотрите, сейчас расход топлива 17,8 Это средний расход топлива За 10 тысяч километров За последние Если будет снижение Вы это увидите Я его обнулю Когда поменяю масло И через 10 тысяч километров Мы посмотрим Насколько это повлияет На расход Автомобиль я тут очень люблю И, естественно Навредить ему я никаким образом Мне не хочется Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому